Здравствуйте, уважаемые телезрители! Это программа Город С, и я Елена Чернявская. Бизнес моей сегодняшней гости не просто красивый, но и социальный. Очень нужный и полезный людям. Причем людям самых разных категорий. Саженцы нескольких сотен именований из питомников России и 20 беззарубежных. На любой вкус, цвет и потребность и ценовой диапазон имеют широкий. От самых бюджетных до огромных многолетних, изысканно роскошных. А еще садовый центр на нескольких своих площадках здесь, на двух выездах из Самары, реализует огромный ассортимент сопутствующих товаров. Все, что нужно садоводу, огороднику, ландшафтнеру, дизайнеру. По вполне разумным ценам, в чем вы, уважаемые телезрители, сегодня на нашей программе сможете воочию убедиться, посмотрев и оценив все сами. Ну что же, гость программы Вера Глухова, основательница садового центра. Здравствуйте, Вера Викторовна. Здравствуйте. Очень рада приветствовать вас в этой студии. Мы работаем в прямом эфире, чтобы вы могли ответить на вопросы. Ваш уважаемый телезритель, 202.11.22. Сезон в самом разгаре. Я думаю, что у вас очень много вопросов к моей сегодняшней гости. Присоединяйтесь, пожалуйста, к нашему разговору. Вера Викторовна, первый вопрос. Кто? Может быть, какие обстоятельства, хочу я вас спросить, повлияли на ваш профессиональный выбор? Это боем увлечения с детства. Первый мой сад был в 14 лет. Я не знаю, это откуда, наверное, сверху подсказали. Я думаю, есть предназначение каждого человека, и поэтому я поступила в университет. Я знала, чем я хочу заниматься. Я пришла и говорю, я хочу заниматься декоративным садоводством. То есть всю жизнь я и занимаюсь декоративным садоводством. Хотела увидеть Голландию, хотела создать садовый центр. Вот мы его и создали. У вас это получилось и с успехом продолжаете этим заниматься. Вот, кстати, в этом году бренду садовый центр исполняется 10 лет. Вера Викторовна, наступает новый сезон. Расскажите, пожалуйста, какие же новинки вы подготовили для жителей нашего региона? Да, давайте немного скажу, почему именно мы поменяли бренд. Когда я ушла от моих компаньонов и долгое время думали, как же назвать новое предприятие. Так как уже благодаря передаче «Дачный мир» уже как бы садовый центр был раскручен, именно Вера Глуховой. И мы решили его использовать и назвать брендом. Тем более мои коллеги из Европы, они мне подсказывали, что нужно предприятие, должно называться, знать своего хозяина и должно называться именем предприятия. И все питомники в Европе, именно питомник Штолкман Брунс, это фамилия собственников. Ну, а по поводу новинок? А новинки в этом году, вот, кстати, два года назад мы привозили много разных растений, да, и в том числе, конечно, пионы древовидные. И в прошлом году нам японцы не дали, просто из Японии просто не поступили эти растения. Но в этом году в огромном количестве пионы древовидные, очень много сортов, есть и желтые, есть и зеленые, то есть это можно назвать новинками. И каждый год, конечно, нас просят что-то новое привезти. Кстати, появились впервые магнолии, только один сорт у нас зимует, стелата, магнолии белого цвета, не такие яркие, красивые, конечно, как бывает на юге, но все-таки магнолии у нас зимуют. То есть вот эти новинки, и очень много новых сортов будет азалий рододендронов сегодня в передаче наших телезрителей могут увидеть. Вера Викторовна, ну все это уже есть в продаже, и все это можно купить на ваших площадках? Да, уже однолетние цветы даже поступили. То есть милости просим, да? Да. Хорошо, я предлагаю прерваться и посмотреть видеопрезентацию. Вот что же удалось сделать за эти годы вами, Вера Викторовна? Давайте вместе посмотрим. Садовый центр Веры Глуховой – это группа из трех компаний, имеющих свое направление деятельности. Питомник, оптово-розничная торговля, услуги по озеленению и благоустройству территории. Организация с 2007 года является одним из лидеров по продаже растений в Поволжском федеральном округе. Основная продукция – это хвойные растения, лиственные деревья и кустарники, однолетние и многолетние цветы, розы, лианы, плодовые культуры, рулонный газон и сопутствующие товары, необходимые для растений. Компания располагает сетью из четырех садовых центров по продаже растений открытого грунта в городе Самаре, поселке Курумыч, и двух магазинов горшечных цветов. Общий штат сотрудников в сезон достигает 85 человек. Наиболее широко ассортимент товаров представлен в садовом центре в поселке Курумыч Волжского района Самарской области. Здесь, на территории в 5 гектаров, реализуются сотни тысяч растений, адаптированных к нашему климату. Территория садового центра включает производственную зону со складскими помещениями, теплицами и водоемом. Здесь же происходят оптовые отгрузки товара покупателям из Самарской, Саратовской, Свердловской, Оренбургской, Пензенской областей, Республик Башкортостан, Татарстан, Казахстан. В работе используется накопленный опыт европейских и российских коллег, активно осваиваются передовые технологии. Главное преимущество садового центра Веры Глуховой – высокое качество растений. Компания предлагает посадочный материал только от проверенных питомников растений из России и Европы. Весь товар проходит осмотр специалистами Россельхознадзора. В 2014 году заложен собственный питомник саженцев плодовых культур и парковая зона. Осенью 2016 года садовый центр впервые реализовал плодовые и декоративные растения собственного производства. Были привиты первые пять тысяч яблонь. В перспективе освоения всей территории площадью 15 гектаров. 25 тысяч тюльпанов садовый центр вырастил к 8 марта 2016 года. Первый опыт оказался удачным и было принято решение увеличить объем выращивания цветов в три раза. Весной 2017 года мы предлагаем 75 тысяч тюльпанов 20 сортов собственного производства. Компания имеет уникальный опыт и в сфере ландшафтного дизайна. География выполненных объектов распространяется на территорию всей европейской части России. От Санкт-Петербурга до Краснодарского края. А в 2010 году была благоустроена территория музейно-паркового комплекса в городе Иерихон, территория Палестины. О высоком уровне выполненных работ говорят благодарности от президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича и управляющего делами президента Кожина Владимира Игоревича. Ну что же, мы продолжаем разговор с Верой Викторовной Глуховой в прямом эфире 202-11-22. Звоните, задавайте, пожалуйста, свои вопросы, уважаемые телезрители. Вера Викторовна, вот как раз, к слову о сюжете, в этом году планируете заложить питомников Курумыча. Бизнес на месте не стоит. Развивается. Вот садовый центр Веры Глуховой действительно ли будет обеспечивать качественным посадочным материалом самых различных культур? Правильно? Да, мы в этом году решили сделать следующий шаг. Если 10 лет назад вот мы поменяли наш бренд, а открыли садовый центр, сначала одну площадку, потом другую. А в этом году решили сделать, в 2013 мы уже открыли наш садовый центр в Курумыче. То есть это территория, на территории 5 гектаров расположен сам садовый центр, то есть это площадка продаж. Если взять весь бизнес, это три направления нашего предприятия. Это продажа растений открытого грунта, дальше это ландшафтный дизайн, то есть это мы показали сейчас в сюжете, какие наши работы были сделаны. И третье направление, это, конечно, питомник, то есть производство, выращивание растений, саженцев и плодовых культур, и декоративных. И в этом году мы решили сделать следующий такой большой шаг. Но с чего он начинается у нас? Забора, забор, дороги, скважины, водоем, система освещения, система полива. И только в конце мы высаживаем растения. В прошлом году мы уже получили свой первый урожай саженцев плодовых, это смородина и малину. Малину мы уже заложили в этом году осенью, мы нашим покупателям будем предлагать снова наш посадочный материал. И в прошлом году мы выкопали растения, которые посадили за год, на год раньше, это гортензия. И в этом году мы снова сажаем гортензию, чтобы следующей весной уже была продукция, которая адаптирована к нашему региону. И, естественно, она будет хорошего качества, уже выдержанных растений, которые прошли зиму. То есть 100% в наших условиях они приживаются. Самый главный, конечно, качественный материал. Для того, чтобы покупатели не расстраивались, ожидая чуда какого-то. Иногда покупают и говорят, вот мы купили где-то там, и у нас выросла, абсолютно другой сорт вырос. Самое главное на питомнике это чистота сорта. И поэтому мы, когда сажали ряды малины, мы сделали 3 метра между рядами, чтобы они даже не пересекались, то есть не переходили, не пересекались и не могли ошибиться наши продавцы в том числе. И самое главное чистота сорта. Если хотят сорт, например, геракл, он должен быть гераклом. Это я имею в виду малину. Вера Викторовна, но пользуется спросом ваша продукция, да, вот если вы говорите с прошлого года, в этом году будет востребована, да, она и... Ну, на этой территории в питомнике где-то будет высажено от 300 до 600 тысяч растений. То есть это будут быстрорастущие кустарники, и получается, что мы закладываем в этом году, и, конечно, мы берем снова кредит, инвестиционный кредит, неплохой кредит. Кстати, нам предложил Промсвязьбанк, в котором мы очень давно работаем, и поэтому мы сможем сделать следующий шаг. Удачи, Вера Викторовна. Спасибо. Ну что же, я хочу спросить, кто поддерживал вас все эти годы? Ведь бизнес у вас далеко не легкий. Конечно, он красивый только со стороны. Вот я лично, когда была на вашей площадке, так со стороны смотрю, Вера Викторовна в резиновых сапогах, в перчатках, все, постоянно что-то делает, 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 делает. Но ведь тяжело. Да, моя задача, конечно, организовать все, прежде всего организовать всех людей. Если одновременно утром приходят на работу 8 утра, это может быть от 40 до 60 человек. То есть нужно, чтобы все выполняли задачи поэтапно, чтобы и в то же время никто не останавливался, и работа шла. То есть если сегодня только утром говорили, да, нужно из теплицы, теплицу поставить нужно однолетние цветы. А для того, чтобы поставить однолетние цветы, многолетние надо оттуда вытащить. А чтобы многолетние выставить, оттуда надо что-то еще убрать. То есть постоянно перемещение растений. Если порядка 350 тысяч растений в садовом центре, каждое растение за лето где-то переставляется минимум 5 раз. То есть каждое растение пропускается через руки. Если однолетние цветы, там около 200 тысяч, вот и добавьте 500-600 тысяч растений, которые 5 раз переставляешь. Это 2,5 миллиона растений нужно переставить. Взять руками, переставить. А где-то большие, где-то маленькие. Это большая работа, и самое главное, нужно грамотно выстроить площадку, чтобы знать, какие растения нужно поливать, обрабатывать, подкармливать. То есть это постоянная работа многих, очень многих людей, очень большой команды. Есть люди, которые со мной давно работают, по 15 лет. Есть те, которые 10, если вот новый садовый центр открыли 4 года назад, то есть они пятый сезон уже работают. И снова приходят к нам новые люди только в связи с расширением. Питомник закладываем, значит, нужны новые люди. Самая большая проблема, конечно, отсутствие специалистов, как и, я думаю, во многих сферах сейчас. Спасибо, Вера Викторовна. Вас можете заслужить бесконечно-бесконечно. Давайте совершим видеоэкскурсию к вам на площадку. Посмотрим, опять же, какие новинки, что вы предлагаете населению, ведь там такая красота. Экскурсия. Здравствуйте, дорогие друзья. Начинаем экскурсию по садовому центру. На первом плане, когда мы заходим в садовый центр, видим, конечно, однолетние цветы. Потом идут многолетние. Здесь представлены розы всевозможные с разных питомников. Это и английские, и французские розы, польские, российские. Самое главное, английские розы мы покупаем в Англии у производителя, у Дэвида Остина. Розы Мейланда мы покупаем у производителя Мейланда. То есть здесь чистота сорта, во-первых, гарантирована, и, во-вторых, конечно, качество растений. Кустарники у нас с правой стороны выставлены, начинаются с лобчатки, с переи, барбарисы и огромное количество гортензии. Гортензии зацветают в июле месяце, где-то в июне, в июле месяце, и цветут до глубокой осени. А здесь многолетники и клематисы. Мы специально для них делаем вот эти подпортки, дерево поддерживающие опоры мы их называем, чтобы они не падали на ветру, так как здесь ветра сильные, и поэтому мы их привязываем. Вот они выстроились такими рядами, красивыми, и уже начинают цвести. А здесь самое яркое и красивое место – цветущие азалии. Они цветут где-то 2-3 недели, но нужно увидеть это, посмотреть. Я всех приглашаю в садовый центр. Расцветки этих азалий просто невозможно описать. Их можно просто увидеть и подумать, как же природа придумала такие расцветки. Вот эта желтая азалия уже зимовала на территории садового центра две зимы. То есть они адаптированы к нашим условиям, и мы выбираем растения, которые зимуют и выдерживают мороз до 30 градусов. Слева вот выстроены деревья от самых маленьких и до 5-6 метров высотой. Посмотрите эти изумительные корилиусы или лещина. Невозможно представить, что у лещины бывает такой цвет листьев. Ранней весной, вот в мае, в июне, вот такие яркие кустарники на зеленом фоне газона великолепно смотрятся в саду. Здесь вот дальше вязы, лиственницы, березы плакучей формы, клёны продолжаются. То есть все высоты разные, высота. А вот этот клён тоже здесь очень интересный, стоит с пестрыми листьями. И рябины, кстати, очень интересная сорта есть в этом году, называется эта форма фастегиата. Вот она, рябина фастегиата. Есть дубы фастегиаты, рябины, клёны, то есть узкая вертикальная форма растения. То есть это называется форма фастегиата. Есть плакучие, а это фастегиата. Вот мои любимые, я до них дохожу. Ой, как изумительно красиво смотрится. Посмотрите, вот эти вот хвойные ели, боже мой, какая красота. Это вот ель ориенталис, кстати, их не так много. Вот именно весной такие красивые, темно-зеленые, прошлогодние хвоинки. И вот такие ярко-желтые, новые. Видите, как нарядно смотрятся. А здесь самые необычные хвойные растения, инверсы, акраконы. Я их очень люблю. Они не имеют такой формы вертикальной или строго пирамидальной формы. Но вот этим они и красивы. А посмотрите, какие шишечки. Они уже стали темнеть, а были ярко-розовые сейчас. А особенно весной вот эти молодые хвоинки, вот они, немного светлее, чем существующие прошлогодние хвоинки. Вот этим они как раз и красивые. Форма и цвет. А здесь вот стоят все сорта голубых елей. Вот эти все большие, это все голубые ели. Их много сортов. Все сорта перечислять не будем, но могу только сказать, что самый голубой сорт на сегодняшний день – это ель Эдит. Здесь у нас выставлены все можжевельники. Невозможно перечислить все сорта. Маленькие шаровидные туи, сосны, ели. Огромный ассортимент хвойных растений. И самое главное, вот в притенении стоят туи. И мы практически завершили нашу экскурсию сегодня по садовому центру. Приглашаю всех в наш садовый центр. Спасибо, Вера Викторовна, за экскурсию. Было очень познавательно и интересно. Примем звонок от телезрителей. Алло, говорите, вы в эфире, мы слушаем вас. Здравствуйте. Я хотела бы узнать, вы же ли продажа клубника? Да, конечно, уже поступила. И к майским праздникам еще будет новое поступление клубники. Прошлогодние, да, перезимовали. И мы их вам предлагаем всем. Спасибо. Дозванивайтесь, время у вас еще есть, уважаемый телезритель. Телефон вы видите на экранах. Вера Викторовна, побывали в садовом центре. Были на площадке в Курумыче одно еще очень важное направление. Вы занимаетесь ландшафтным дизайном. Я знаю, что вы работаете над очень важным проектом в Волгаре. Расскажите, пожалуйста, о нем. Ну, а мы посмотрим кадры с этого проекта. Да, очень интересная работа сейчас в Волгаре. Мне очень нравится работа из группы компании ОМОН. Нравится их подход к строительству. Да, это огромные деревья, которые мы высадили уже в этнографической деревне зимой. Но вот это сажаем, видите, с огромным подъемным краном. Но в этом году еще предстоит сделать огромную работу. Выровнять эти деревья, выровнять землю и посадить, сделать дороги. И там будут построены 20 домов национальных центров, где будут проходить огромные праздники. И это, конечно, парк. Представьте, 5 гектаров занимает только парк. Это огромное вложение. И мне нравится вообще, как группа компании ОМОН подходит и к строительству этих домов, и дворовых территорий. Где вот сейчас мы посмотрели 7-й и 8-й квартал. Представляете, 2 гектара только озеленения. 2,8 гектаров озеленения, где высажены большие красивые деревья. Не вот просто вот такие веточки, которые там снегом зимой закрыло, переломало. Весной приходишь, снова нет деревьев. Вроде посадили деревья, а деревьев нет. А здесь уже высаживаются сразу крупные деревья. И вот этот комплексный подход, когда создается структура, инфраструктура полностью. И вот эта городская среда, о котором сейчас говорят, вот две программы. Да, я без вопроса отвечу. Это две программы, которые партия «Единая Россия» сейчас подписала. Это парки малых городов и программа «Городская среда». Вот здесь именно эта программа уже заранее, давно уже выполняется. Вера Викторовна, а сейчас хочу вот еще о чем с вами поговорить. Этот год у нас в стране объявлен годом экологии. Ну а вы в своей компании, в память об очень дорогом, близком вам человеке, еще и объявили годом прекрасных цветов. Расскажите, пожалуйста, об этом. Да, в России объявили годом экологии. Этот год объявлен. А мы объявили в садовом центре годом гортензии. В прошлом году, в декабре, умерла моя сестра Лидия Викторовна Сергеева. Она работала в нашей компании 16 лет. И для того, чтобы это предприятие было в таком виде, ее вклад был, конечно, очень большим. И тем более ее заветное растение, имя Лидии, это гортензия. И в память о ней мы решили посадить 5000 гортензий, подарить городу. И сейчас эта акция началась уже сегодня. Мы в первой городской клинике посадили гортензии вместе с конфедерацией деловых женщин. То есть в основном собрались женщины с конфедерацией деловых женщин и посадили там гортензии. Акцию уже запустили. Завтра в южном городе будут посажены растения. Послезавтра в монастыре, на набережной. И 29-го снова будут на набережной высажены растения. И мы еще 500 гортензий, самое большое количество высаживаем, конечно, в Алгаре. Где собираются наши члены конфедерации деловых женщин, да, это сорта гортензий, которые будут высажены в Алгаре и на других 35 площадках города. Очень красиво. Задействованы практически, да, эта Лида в середине стоит вот в красной куртке. И в память о ней мы решили посадить. Вы знаете, сегодня было немного грустно. И моя подруга мне сказала, да, мы весну встречаем без Лиды. Но Лида решила стать цветком. Да, потрясающие слова, конечно. Вера Викторовна, очень красивое растение. Его можно приобрести, конечно же, на ваших площадках. Расскажите, пожалуйста, вот где бы его вы посоветовали посадить? И почему именно его? Как он себя вообще ведет? 63 сорта, которые мы предлагаем в этом году. Мы выпустили буклет, я забыла принести, надо было принести. Но 3000 экземпляров этого буклета мы раздали и раздаем нашим покупателям. И где описаны эти растения, полностью такая шпаргалка, как они растут, как они развиваются, какой высоты. Гортензии цветут где-то при хорошем уходе 40 лет. Вы посадили маленькое растение такое даже, да? Первый год не надо давать цвести, пусть и разрастается корневая система. На второй, на третий год это уже будут огромные кустарники. Высотой могут быть от полутора до двух, двух с половиной метров. Даже трех метров высотой есть. Чем еще они хороши? Гортензии раскрываются белым цветом, потом начинают менять цвет на розовый. И некоторые сорта становятся абсолютно красными. Некоторые остаются белыми. То есть есть сорта, которые превращаются в Дентель-де-Гарон, допустим. Он остается кипельно-белым. Вот сегодня только я разговаривала с представителем. То есть мы в Иверском монастыре посадим гортензии тоже. И монахини попросили, чтобы на могилках росли только чисто белые гортензии. Я говорю, хорошо, это Дентель-де-Гарон. Это белый такой сорт гортензии. А есть гортензия, например, фрес-мелба, которая имеет три цвета. На соцвете где-то 30-40 сантиметров высотой. И три цвета. Красный, розовый и белый. То есть чем интересно? Вы посадили, вот если не все время живете дома, даже если все время. Утром встали, убежали на работу, некогда даже посмотреть на сад. И вдруг смотрите. Боже мой, все кустарники были белые и стали розовые. И через какое-то время стали красные. То есть благодаря гортензиям сад меняется все время. У меня, например, на участке 28 гортензий. Когда все это зацветает, великолепие, конечно, да, это очень красиво. Просто это нужно видеть. Я у себя обязательно посажу Веру Викторовну, потому что, ну, конечно, посмотрев на такую красоту, равнодушным оставаться просто невозможно. Вера Викторовна, какие профессиональный сезон начинается? Какие профессиональные советы, может быть, дадите садоводам? Что сейчас актуально, что модно, что сажают? Опять же, может быть, что-то еще такое эксклюзивное вы предлагаете? Как всегда, впрочем, в нашем населении. Эксклюзивное, я думаю, да. Мы объявили годом гортензии. Конечно, постарались, чтобы 63 сорта они у нас были. Они доступны, Вера Викторовна? Да, они на всех площадках нашего садового центра. Кстати, самый большой садовый центр – это, конечно, в Курумуче. Второй по величине крупный садовый центр – это около амбара. Мы его собираемся быстро, очень сильно торопимся, хотим открыть в субботу, чтобы уже наши покупатели могли прийти. Площадка на хлебозаводе, мы его называем, это главный 44, через старый мост, когда переезжаешь, сразу через 300 метров. Эта площадка очень давно работает, уже начала работать прошлую пятницу. И еще одна площадка у нас на управленческом, тоже работает очень давно, тоже открылась, и все работают. То есть 4 садовых центра в Самаре уже работают, ждут своих покупателей. И, конечно, весь ассортимент и саженцы плодовых деревьев и кустарников, и хвойные, и деревья, и кустарники цветущие, и гортензии, и азали, и рдаден. То есть весь ассортимент на каждой площадке. И даже однолетние цветы мы уже предлагаем нашим покупателям. Вера Викторовна, ну а цена-качество, конечно же, ваша позиция какова на этот счет, ведь не всегда они идут рука об руку. Что у вас, как в этом году, подход по ценам поднимается, либо что-то наоборот, можно купить доступно со скидкой, акции? Нет, вы знаете, во-первых, есть растения с распродажей, те, которые много лет перезимовали, они есть, уже и большие, и крупные растения. Дальше, у нас все растения маленькие, весь апрель, май, до середины июня мы предлагаем по одной цене 200 рублей. Это хвойные кустарники, розы, то есть огромное количество, весь ассортимент. Это лапчатки, спирели, горты. Опять же, на всех площадках. На всех площадках. По 200 рублей, то есть мы поставили по одной цене, это и хвойные, и можжевельники, и туи. Многим это нравится, многие готовы выращивать сами. Многие готовы выращивать сами растения, и поэтому мы каждый год это практикуем. Пока они в маленьких контейнерах, так называемых, по девятках, то есть это меньше одного литра, а потом мы уже их пересаживаем в более крупный контейнер, это, естественно, становится, цена другая, так как это и торф, и контейнер, и работа дополнительная. Поэтому себестоимость продукции увеличивается, естественно, стоимость для покупателей тоже увеличивается. Но сейчас, если кто-то хочет покупать маленькие растения, пожалуйста. Но сегодня я точно знаю, для тех, кто любит очень красивые растения, могут прийти, увидеть вот уже завтра, послезавтра, красивые растения, эксклюзивные растения. Это с королевского питомника. Сейчас мы работаем с 25 европейскими питомниками. То есть если у нас в России сейчас питомники, да, развиваются, но 15 российских питомников, саженцы плодовых мы покупаем только у наших коллег и свое уже выращиваем, да, покупаем у своих коллег только в нашем регионе. У нас нет южных растений, нет растений... Поэтому они адаптированы к нашей природе. Конечно. Нет растений с Молдавии, с Казахстана, то есть только нашего района. Районированы и те плодовые, которые живут и плодоносят в наших условиях. И поэтому мы за этим очень следим. Конечно, постоянные переговоры ведем со своими поставщиками, с людьми, кто выращивает. То есть в одном питомнике невозможно вырастить 2000 номинований растений. Две тысячи. И поэтому ни один питомник не может сказать, я буду выращивать все. Это нереально. Поэтому садовый центр – это огромный гипермаркет на улице. Там должен быть весь ассортимент. Люди приходят в садовый центр, они должны увидеть все. Купить и растения, и удобрения, и химикаты. Ну, конечно же, получить обязательно профессиональную консультацию. Да. Что ваши специалисты всегда с огромным удовольствием делают. Вера Викторовна, время наше пробежало так быстро и неумолимо. Но у нас еще есть с вами две минуточки. Я хочу предоставить вам заключительное слово, конечно же, для приглашения на все площадки. Ну и что бы вы хотели. Вот этот прекрасный весенний день пожелать всем телезрителям Самарской области. Пожалуйста. Да, я самое главное всем нашим дачникам желаю хорошей погоды, здоровья, любви, радости. И желаю всем, как всегда, красивого, цветущего и вкусного сада. Вера Викторовна, ну вот давайте еще скажем про площадки, которые работают. Да, самая большая площадка – это в Куромыче. Вторая площадка по величине – это площадка Амбар, улица главная в сторону Сухой Самарки. И на управленческом – это площадка на базе металлмаркета, или же часто говорим напротив этого кладбища с левой стороны. То есть это небольшая площадка, 15 соток, но тоже с огромным ассортиментом растений. И сотрудники, которые там работают очень давно, всегда вас ждут. Ну что же, Вера Викторовна, спасибо вам огромное за то, что пришли в студию. Но я все-таки надеюсь, что в вашем плотном графике, наверное, есть все-таки место для отдыха. Все-таки отдыхаете? Да, я всегда отдыхаю, потому что я всегда среди любимых растений. Спасибо вам большое за интервью, спасибо, что пришли к нам в студию. Вы, как всегда, прекрасно выглядите, цветущие, как, собственно, все ваши растения. Спасибо вам большое. Удачи, Вера Викторовна. Ну и, конечно, здоровья. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами, посмотрели программу «Город ТЭС». Ну а гости в студии Вера Викторовна Глухова, основательница садового центра. Всего хорошего, будьте красивы, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова